Сегодня в рамках проекта «Ты кто такой?» мы решили поговорить о человеке, который никогда не рисовал джоконду, не изобретал парашют и не знает никакого кода да Винчи. Хотя последнее не точно. Итак, представляем вам Нострадамуса наших дней. Криптовангу десятилетия, известнейшего ютуб-блогера и криптоинвестора под ником DaVinciJ15. К слову, сказать о его реальной личности и биографии данных в сети почти нет, от слова совсем. Видимо, это одна из причин, по которой некоторые считают его самим Сатоши Накамото. Единственная достоверная информация о личности нашего героя – это то, что он начинал как инвестор под ракметаллом, таким как серебро и золото. А еще мы смеем предположить, что свои прогнозы он строит при помощи кофейной гуще. Хотя это исключительно по внешним признакам. Кстати, прогнозы DaVinci не только превосходят по точности других аналитиков, но иногда просто поражают воображение. Сам же DaVinci переживает, что народ так сильно ему верит, но свой оракульский долг продолжает исполнять завидным постоянством и точностью. Ну, давайте все по порядку. Итак, наш сегодняшний герой в 2011 году, видимо, устав от презренного металла, обратил свое внимание на цифровую валюту. В год, когда стоимость одного биткоина составляла всего доллар, практически никто не мог даже представить себе рост в 20 тысяч раз всего за 6 лет. Однако были единицы, которые уже тогда верили в дальнейший рост биткоина. И одним из них является DaVinci 15. В первом видео на своем YouTube-канале от 1 июня 2011 года, посвященном биткоину, он рассказывает о своем знакомстве с криптовалютой и восхищается тем, насколько ее использование удобнее привычных банковских систем. Таким образом, он стал одним из первых людей в мире, кто не просто заинтересовался криптовалютой как передовой технологией, но и увидел ее потенциал на годы вперед. Тут следует упомянуть о взорвавшем интернет-пророчестве 2013 года. Казалось бы, ничего не предвещало беды, но 26 июня DaVinci 15 выпустил видео, в котором за несколько месяцев до самого события предсказал крах крупнейшей криптовалютной биржи MT-GOX. В своем видео он призвал зрителей немедленно выводить оттуда биткоины, и те из них, кто послушали, благодарны ему по сей день. Спустя 5 месяцев после публикации видео MT-GOX была взломана. Хакеру украли 850 тысяч BTC. Это событие стало шоком и трагедией для всей индустрии, но DaVinci 15 предвидел такое течение событий почти за полгода. Тем не менее, этот криптопредсказатель стал известен сравнительно недавно, особенно в русскоязычном сегменте интернета. Если посмотреть на статистику его YouTube-канала, то это просто блогер средней руки, поэтому неудивительно, что про него долгое время никто ничего не знал. К тому же плотно взялся за биткоины DaVinci 15 только в 2012 году, когда и заявил, что у криптовалюты есть потенциал стать заменой банковской системы. Кстати, в результате своего первого знакомства с биткоином он так и не смог понять его технологию и возможности, поэтому вернулся к этому вопросу только спустя пару лет. Но сам DaVinci 15, как мы его называем, совершенно не переживает из-за этой ошибки, потому что смог зайти на рынок по крайне привлекательной цене. А еще он поставил у себя дома майнинг-ферму и каждый день добывал по несколько десятков биткоинов. Сейчас он уже не майнит, потому что экономически невыгодно из-за дорогого электричества, но он успел поймать свою волну и сколотить приличное биткоин-состояние. В 2015 году, когда биткоин стоил всего 200 долларов, DaVinci 15 снова посоветовал заходить на рынок и сказал, что примерно через 2 года можно будет поймать 10 иксов. И, как вы помните, в декабре 2017 года биткоин поставил текущий рекорд стоимости в 20 тысяч баксов. Тот случай, когда зря ходили к гадалке, а ведь можно было послушать умного человека и карантин переждать где-нибудь на Мальдивах. Ну а теперь лайфхак от Гуру. В одном интервью DaVinci 15 рассказал, как он борется с волатильностью цены биткоина. Его секрет крайне прост – заходить на рынок по минимальным ценам, а когда курс даст несколько иксов, он просто продает примерно половину криптовалюты или оплачивает ею какие-то товары. Так он оказывается в отличном финансовом плюсе и при этом сохраняется солидный инвестиционный портфель в криптовалюте на будущее. В начале февраля 2018 года, когда цена биткоина упала ниже 7 тысяч долларов, DaVinci 15 сообщил, что настало время покупать главную криптовалюту небольшими порциями. Спустя менее месяца биткоин практически достиг 12 тысяч долларов. Опираясь на это, рекомендация DaVinci 15 могла помочь заработать почти 100% прибыли в короткий срок, причем в моменты массовой паники на рынке. Помимо этого, DaVinci 15 сделал весьма оптимистичный прогноз, основываясь на предыдущих пузырях биткоина. Он уверен, что нас ждет еще один, третий пузырь, когда BTC взлетит до 1 миллиона долларов. Ну и скорректируется до 100 тысяч. Он также уверен, что этот третий пузырь станет финальным и дальнейших обвалов такой мощности не последует. Что ж, DaVinci 15 или DaVinci 15, как мы его называем, теперь мы знаем, кто ты такой. Мы продолжаем следить за предсказаниями DaVinci 15 и обязательно будем делиться с вами самыми интересными из них. Ну а вы не забывайте ставить лайки. А самое главное, пишите в комментариях свое мнение по поводу нашего сегодняшнего героя и делитесь версиями о том, кто будет следующим. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы в следующий раз быть в числе первых, кто познакомится с очередным гением из крипто-сообщества. Эксмо. Мы говорим о людях.